Когда враг твоего врага тебе не друг, а тоже враг, это может осложнить твое положение. США оказались в Сирии в запутанной ситуации, когда политическая, финансовая и военная помощь повстанцам привела к созданию нового рассадника боевиков – Аль-Каиды. Если Башар Асад не останется у власти или ослабит свое влияние, то Сирия может стать очередной базой и трамплином, с помощью которого террористы будут проникать в другие страны, как это получилось с Пакистаном и Афганистаном. Эксперты считают, что наплыв экстремистских группировок превратил раздираемую войну Сирию в тренировочный центр для террористов. А это представляет гораздо большую угрозу интересам США, чем лидер, свержение которого хочет Америка. Эти группировки гораздо опаснее. К этим фундаменталистам присоединяются десятки тысяч зарубежных граждан. Таким образом, после Афганистана и событий 11 сентября мы практически оказались там, откуда начали. Эти группировки по-прежнему сражаются за принципы фундаментализма. Конфликт, который начинался с антиправительственных выступлений три года назад, превратился в войну между группировками внутри оппозиции. Свободной сирийской армии, которая начинала борьбу с Асадом, сейчас все чаще приходится отбиваться от экстремистов, которые пытаются закрепиться в стране. В итоге американские чиновники были вынуждены признать, что контроль над войной, который они изначально поддерживали, утерян. Мы тоже очень обеспокоены из-за всплеска экстремизма. Нет надобности напоминать международному сообществу, что Сирия, как магнит, притягивает джихадистов и экстремистов. На сегодняшний день это самый мощный магнит, притягивающий террор. Мировые державы съезжаются в Швейцарию, чтобы разработать план мирного урегулирования. И их просят покончить с терроризмом. Что касается борьбы с терроризмом в Сирии, то Женевская конференция должна дать конкретные результаты. В частности, необходимо оказать давление на страны, экспортирующие терроризм. Страны, которые снабжают террористические организации деньгами и оружием. Особенно это касается Саудовской Аравии и Турции, а также, конечно, западных стран, предоставляющих террористам политическое прикрытие. Не так давно никто и подумать не мог, что этим организациям будут всеми силами помогать США. Марина Портная, РТ, Нью-Йорк.